Котовы с уни и зрители вестал! Команда готова! Начинаем! Ярко, драйвово и зажигательно, а самое главное смешно. Именно таким и должен быть финал Межрегиональной лиги КВН Самара. На главную игру соревноваться в остроумии и находчивости вышли пять команд. Неваляшка и взгляд Леонида Каневского из Самарского университета, коллективы медиков и железнодорожников из профильных вузов и гости из Башкирии, лица республики. Объектами шуток стали по традиции жизнь студентов, приближающиеся новогодние праздники, а также учебные специальности. У железнодорожников много шуток про поезда, у медиков про работу в больнице. А на новогоднем корпоративе любой врач немножко мамолог. Не забывали КВНщики отпускать шутки и с вовским колоритом. Ни для кого не секрет, что в нашем городе живет абсолютный чемпион мира по игре на паяну Сергей Бойтенко. Но мало кто знает, что там бывают еще и вторые места. Расскажите нам, как вы заняли второе место? Ну короче, он сделал так, я сделал так, он сделал так, я сделал так, он сделал так, а я не смог. У него просто баян был, а я свой только что нашел. Ну как же вы без баяна и сразу второе место? Ну чисто на харизме! Надо отдать должное тем пяти командам, которые здесь оказались, потому что на фоне всех они самые лучшие. Но среди этих пяти одна команда победила и для нее это самая лучшая игра сезона. Самарское движение КВН в этом году достигло высоких результатов. В области игрой охвачены 4,5 тысячи человек. Запущена новая лига трудовой молодежи, детская лига за большого количества, команд разбита на несколько дивизионов и традиционные студенческие лиги. Межрегиональная лига КВН Самара проходит в рамках программы «Молодежь Самары» на 2014-2018 годы, способствующая развитию системы информирования молодежи о реализации молодежной политики на территории городского округа Самара. Это отличная, я считаю, реализация творческого досуга для молодежи, для школьников и для трудящихся. Это сатира определенная, это зеркало нашей жизни. И тем более у нас в регионе это на очень высоком уровне, благодаря поддержке, конечно, и главы нашего города, и губернатора Самарской области. Борьба в финале шла до последнего конкурса. Победу в нем, как и во всей игре, одержала команда «Неваляшка», представляющая Самарский университет. Ребята к игре готовились по-студенчески, в последний момент. Мы хотели заранее готовиться, но там сложились так обстоятельства, что не получилось. Готовиться начали на прошлой неделе, вот практически все силы на видео убили, потому что очень энергозатратный конкурс, потому что его нельзя там, ну, то есть надо днем куда-то ехать, то есть он поэтому очень неудобно. И вот мы наконец-то спели, потому что петь мы вообще не умеем. Это вот по факту. Мы выбирали три дня, три дня мы ругались, выбирали песни, могли выбрать, дошли, дошли, придумали. Для «Неваляшки» эта победа долгожданная, это был их пятый финал. Кроме чемпионского кубка, команда получила и билеты на международный фестиваль в Сочи. Там КВНчики представят лучший материал, собравшийся за год, и получат возможность попасть в телевизионные лиги. «Чемпионы! Чемпионы! 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 У-у-у!» Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Спасибо большое, спасибо.